Я хочу поделиться с вами рецептом очень простого грибного супа. И я уверен, что у каждой хозяйки есть свой собственный рецепт. Я думаю, что этот не помешает. Поэтому записывайте, или запоминайте, или готовьте вместе со мной. Итак, для начала нужно будет взять лук репчатый, морковь и помидоры. Лук нарезаем полукольцами. Таким образом, чтобы не плакать, лук предварительно можете замочить, опустить в холодную воду, пусть он немного полежит, и тогда выплакать не будет. Итак, растительное масло. Такой, можно сказать, постный супчик получается, никаких жиров. Это очень полезно для тех, кто на посту, допустим, для тех, кто не ест мясо. Александр, растительное масло у нас на родине называют постным, и считается, что оно не содержит жиров. Но если вы посмотрите сливочное масло, там всегда есть процент жирности 60-80. А на растительном никогда процент жирности не стоит, потому что это стопроцентный жир. И когда мы говорим, что мы делаем постный лёгкий суп и наливаем при этом полстакана растительного масла, на самом деле это всё прекрасно трансформируется во все органические жиры человека. Поэтому это не такой уж и постный суп. Но то, что ты добавляешь именно грибы, а грибы обладают таким свойством, они содержат хитин, который прекрасно впитывает эти жиры, то я надеюсь, что часть этих жиров не усвоится в организме, а будет связана хитином и выведена естественным путём. Алексей, вас послушаешь и пойму, что есть вообще ничего нельзя. Нет. В последнее время ты готовишь именно правильные продукты. Ты не зря рядом со мной постоянно сидишь. Да, я всё слушаю. Я тебя уже научил. Я всё слушаю, и все ваши советы использую кулинарией. Это очень мне помогает, Алексей. Итак, обжарили слегка лук. Добавляем сюда кубики моркови. Посмотрите, примерно где-то один сантиметр должны быть они. Добавляю морковь. Продолжаю всё это обжаривать. Я заранее приготовил грибной бульон. Как я его сделал? Взял полкило подосиновиков, оторвал ножки от шляпок. Шляпки на 8 частей, ножки сантиметр или полтора. И всё это закладываем в воду, в холодную. Всё это доводим до кипения. Снимаем белую пенку. И сливаем воду. Потом заново заливаем холодную воду и вновь доводим до кипения. Это я делаю для того, чтобы убрать лишнюю грязь, которая есть в грибах. Может быть, какие-то, там могут быть жучки, кусочки листьев, которые мы нехорошо перебрали. Поэтому воду заливаем дважды. Доводим до кипения и кипятим 20 минут. А мы идём дальше. Три помидора. Смотрите. Нужно будет порезать тоже кубиками. Примерно где-то вот такой толщины. Один сантиметр. Как только лук и морковь обжарятся, будем добавлять помидоры. Многие хозяйки, когда готовят грибной суп, добавляют в него кто картошку, кто гречку, кто рис. Все по-разному готовят. Я буду использовать вот такую домашнюю лапшичку. Октябрина, а вы что добавляете в грибной суп? Саша, можно быстренько рецепт сказать, мой любимый? Давайте, давайте. Значит, я уезжаю на неделю к гости, и мы ходим за опятами. И там прямо маринуем, и я домой привожу несколько банок. И вот я беру полтора литра воды, пол-литровую баночку этих маринованных опят. Значит, полтора литра воды кипит, да? Добавила обязательно картошечки. Морковку я не добавляю, потому что морковка придаёт сладость. И, значит, когда картошечка уже сварилась, я ещё луку, целую луковицу раздроблю на части, на кусочки, туда же. И беру эту баночку, вот этих грибов пол-литровую, туда, на полтора литра воды. Всё это размешиваю. У меня, значит, лук, немножко картошечки, вот эти грибы. И когда я наливаю в тарелочку, добавляю столовые ложки сметаны и столовую ложку оливкового масла. Попробуйте, вкуснота необыкновенная. Обязательно попробуйте. Годы маринованной грибы. Все записываем и запоминаем. Очень полезные советы от Октябрина. Татьяна, ну а вы, грибной суп, с чем готовите? Саш, знаешь, я варю суп по бабушкиному рецепту. Мама моего папы такой вот мне рецепт по наследству дала. Она суп грибной всегда варила на перепелином бульоне. Дедушка ходил на охоту, приносил перепелов. И вот именно только на перепелах суп вот просто необыкновенный. Мама варила просто, ну, грибы, картошка и лук, и все. Ну, как-то не очень. А тут вот этот аромат, вот этого дичи, да. Туда еще чуть-чуть перловочки. Обычного лука, вот потом грибочки. Они такие прям, такие прям. Иногда смазливенькие, иногда крепенькие. Да, да, да. У меня уже слюнки потекли. Вот, и вот теперь варю такой только суп. Спасибо, Татьяна. Ну, конечно, не у всех дома в холодильнике лежат перепела, но грибы, я уверен, собрали многие. И лук, морковь, помидоры тоже есть у всех, поэтому мы готовим достаточно простой, но очень, я вас уверяю, вкусный суп. Итак, обжарили лук, морковь, помидоры, все это потушили хорошо, и потом добавляем кипящий грибной бульон. Все это добавляем, отлично. Потом сразу же, как только добавили овощи, добавляем сюда лапшичку. Вот, добавили. Лавровый лист. Обязательно, как мы всегда делаем, соль, перец, лавровый лист. И все это оставить минут на 10. Через 10 минут суп готов. А Саша готовит суп из грибов. Уже приготовила. Ой, как пахнет. Ну все, скорее суп, я люблю грибной. АПЛОДИСМЕНТЫ Выглядит великолепно. Грибной супчик нужно будет сверху украсить сметанкой. О, ты, Саша, я помогу. Посмотрите. И черного хлебушка бродинского. Как я люблю растительное масло. Ну как вам суп из свежесобранных грибов? Как у бабушки. Мне очень нравится. Без перепелки, Татьяна. Очень вкусно все равно. Очень вкусно. Александр, немножко странно завтракать грибным супом, но таким супом бы я и завтракал, и обедал, и ужин. Саша, просто необыкновенный аромат. И такие грибки, прямо, знаешь, их жевать не надо. Они сами проглатываются. А вы заметили, как быстро приготовился этот суп? Да. Я надеюсь, что и все телезрители успели записать рецепты, обязательно им воспользуются и приготовят этот замечательный суп. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ